Добро пожаловать на собрание, посвященное третьему завету анонимных алкоголиков, завету о служении. Добро пожаловать на спикерское собрание. Меня зовут Ксения, я алкоголик. Сегодня я служу ведущим этого собрания. Начнем минутой тишины. Пригласим Бога на наше собрание. Добро пожаловать на спикерское собрание. Ксения нам говорит о том, что мы не имеем мнения по вопросам, не относящимся к нашему содружеству. Наша единственная цель – нести весть все еще страдающим алкоголикам и делиться опытом, силами и надеждой. Давайте же говорить друг с другом на языке сердца и любви. Помните об этом на протяжении всего нашего мероприятия. Итак, сейчас у нас спикерское собрание. Это собрание продлится полтора часа. Если вы хотите задать вопрос спикеру, пожалуйста, напишите его в чате. Наш технический соведущий его получит, и мы зададим его спикеру, если останется время. Теба спикерского правила 62. И спикер у нас Юлия Те, город Санкт-Петербург. Через час вопросы и ответы. Спикер, это ваше время. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Юлия, я алкоголик. Очень благодарна за возможность поспикерить на таком большом собрании. И немножко волнуюсь. Я попросила Бога говорить через меня. И, как любит говорить мой спонсор, если я несу ЧПГ, то такой у меня Бог. Для начала скажу, что у меня сегодня такой юбилей, 700 дней трезвости. Очень благодарна сообществу, спонсору Богу за то, что я отмечаю такой немыслимый срок для себя. И, несмотря на то, что у меня тема сегодня правила 62, спонсор сказала сконцентрироваться на своей истории. Поэтому я расскажу, что я, в принципе, как я сюда попала, что сделала и что получила. Я, в принципе, думаю и считаю, что я была алкоголиком с самого детства. Потому что мне всегда говорили, ну, алкоголикам в трезвости, мне всегда говорили, Юля, ты думаешь только о себе. Юля, ты есть только ты. Ты вообще о других людях не думаешь. Ты не замечаешь других. При этом я искренне удивляюсь. Думаю, блин, почему они мне все твердят одно и то же. В школе, в садике, бабушки, папа, мачеха. Я реально думала, что они ошибаются. Они меня очень плохо знают, что я, типа, зациклена на себе. Узнав в программе о том, что это главная причина, главная суть моей болезни, это эгоцентризм, для меня было очень удивительно. При этом меня сравнивали с дедушкой, который долго-долго пил, но при помощи религии бросил пить. Ну, точнее, обратившись в религию, бросил пить. Но он был очень несчастен, и характер у него был деспотичный. И вот я в детстве была алкоголиком без алкоголя с деспотичным характером. Когда я первый раз попробовала алкоголь, на тот момент я уже имела проблемы с перееданием, пыталась заглушить эту дыру едой. Меня прикололо, на самом деле. Это был Новый год, мне было 17 лет. Прямо мне дали, налили бокал. И, конечно, мою мачеху с профессиональными созависимыми очень удивило мое поведение, потому что я сразу же почувствовала себя очень уверенно, очень клево. Я сразу начала всем их ставить на место. Я начала очень бодро и резво отвечать всем. И она сказала, ей больше не наливать. И, в принципе, потом через год... Ну, и мне не наливали, у меня не было возможности уйти. Но потом уже где-то примерно через год... Ну, это было 16-17 лет. Где-то через год я уже с друзьями попробовала алкоголь. И, естественно, сразу же напилась. Думаю, это прикольная штука вообще. Я себя чувствовала прям уместно. При том, что я всю жизнь чувствовала себя действительно отделенной от других людей. И, ну, лишней. Я постоянно чувствовала, как будто лишней на празднике жизни. Я не могла понять, почему я не чувствую вот этого вот на веселье. И мне неинтересно вообще. И тут я напилась и начала чувствовать себя реально. Вот это мой праздник. Это праздник, но это был Новый год. Праздник Новый год. И я чувствую себя уместной. Я попала уже в не очень приятную историю в тот же день. И на выпускной я тоже напилась. И когда я уехала, я прям начала, посвятила этому усускую жизнь. Я думала, что это прикольно. Так все живут. И если люди не так веселятся, то они не шарят. Они просто не понимают, что можно напиться до отключки. Вы чего? Это же очень клево. Это не было для меня проблемой, потому что вокруг меня были люди, которые как раз-таки не имели таких проблем уже с алкоголем. Короче, не имели таких проблем с алкоголем. Они меня тащили без сознания в общежитие. И меня это очень сильно прикалывало. И я помню, что обо мне начали говорить, что я та самая девочка. Я думала, что та самая девочка, которая умеет веселиться. Ну, естественно, я думаю, понятно, что та самая девочка, которая напивается просто в зюзю каждую встречу. И единственная цель ее – это пить. Я помню, Инна Наспар вообще мне очень нравилась. Не то, чтобы я вообще думала, что это проблема. Я такая, блин, прикол. Это решает все вопросы. Мне интересно, мне круто. К сожалению, из-за алкоголя много было последствий у меня в отношении с людьми. Но ни с внешностью, ни в финансах. Потому что у меня не было денег в 17 лет, ну, там, в 18. Я их не потеряла, собственно. Меня отчислили из университета. Но я там особо и не хотела учиться. Как понятно, я хотела пить. И потом так случилось, что, опять же, напившись, я попала в неприятную ситуацию. Мне пришлось уехать из Москвы обратно в свой родной город. И я придумала, что я до периода в Санкт-Петербург. И там случился ряд неприятных ситуаций. Опять же, связанных с тем, что я неистово люблю веселиться. Как я думаю, что это веселье. И я оказалась на улице совершенно одна. Без телефона, без паспорта. Но, естественно, я все это расценила. Господи, да со всеми бывает. Да это вообще чепуха. За подвернутой ногой. Но мне такая, блин, я бухаю. И из-за этого у меня куча проблем. И я тот алкоголик, который делает, ну, он немножко умеет думать, но делает неправильные выводы. Я такая, блин, алкоголь это плохо. Поэтому буду употреблять наркотики. Это было решение прям сознательное. Такая, я больше не пью, эти алкаши воняют, я ненавижу алкашей, я буду употреблять наркотики. Я познакомилась с наркотиками, была очень удивлена, что это запрещено. И помню, что я уже в тот момент думала, что я поступаю как-то не очень умно, потому что все наше употребление было под эгидой духовного пробуждения. Я спросила у своего друга, говорю, слушай, если духовное пробуждение, возможно, это как-то без веществ. Он такой, ну да, медитация, холотропное дыхание, духовный рост, помощь, ну, он прям сказал то, что у нас, ну, помощь другим, там, рост над эго, вот. Я говорю, а почему, подожди, а наркотики, например, он такой, так потому, что это весело. И меня это удовлетворило вообще объяснение, и примерно три года я употребляла так же, как я и пила. У меня всегда были огромные запасы, я всегда делала это в огромных количествах. И, ну, быстренько, конечно, поняла, что это имеет еще больше последствий, чем алкоголь. И сделала опять неверный вывод, и бросила наркотики, и решила, что буду пить. И я всегда считала, что вот эти тачки и алкаши, они слабаки, потому что я бросила сначала алкоголь, потом я бросила наркотики. Я независимая, все окей. Но черная дыра в душе, она росла, и ничего я не могла уже делать с ней. То есть, на самом деле, я понимала, что мне уже там 25, что, по сути, в этот момент нужно уже определиться и перестать вот, ну, веселиться. Вот. И я всегда возлагала очень много надежды на науку, и я думала, что, ну, уж если совсем кранты, то, что у меня уже было много попыток суицида, я там повреждала себя, резала руки. Если уж совсем кранты, то обращусь к психиатру. Я прям лелеяла это, я думаю, ну, меня вылечит, реально вылечит. Вот. Я прям знала, что у меня какое-то психическое заболевание, просто, ну, сейчас так, не хочу пока что. Я обращалась к психологам, чтобы как-то... Я думала, что у меня все проблемы, вот, мое психическое заболевание, из-за смерти матери. И, собственно, все это оправдывала, что, если бы у вас мама умерла, когда вам было 7 лет, вы бы тоже так себя чувствовали хреново. Вот. И тут, ну, начал подкрадываться, начала подкрадываться жопа, так сказать. Я, ну, уже пила, потому что я не могла не пить. Если раньше я пила, потому что я выбирала это, я хотела, то уже я начинала пить, потому что я встречалась с друзьями, мне становилось скучно. Я начинала пить. Я не могла на свидание сходить без алкоголя. Я не знала, как веселиться и тусоваться без алкоголя. И с наркотиками я сказала, точно все, стоп, с этим закончено. И очень была уверена, что с алкоголем, когда наставленный момент, я точно так же сделала. Вот. И у меня была подружка, с которой мы вместе пили, и тогда уже подозревали о существовании какой-то странной, какого-то странного феномена, если мы выпиваем три бутылки пива, мы почему-то не можем остановиться. Я думала, что три бутылки пива, это было мое, ну, моя, так сказать, вот это вот. Выпиваю, и все, я не могу, ну, у меня нет тормозов. Вот. Я не думала о том, что... Почему-то я все равно понимаю решение выпивать три бутылки пива раз за разом, зная о том, что у меня не будет тормозов. Конечно, в программе в анонимных алкоголиках я узнала, что это феномен тяги, что он начинался не с трех, а с первой. Вот. И уже были какие-то подозрения, что что-то очень странное. Почему-то мы постоянно думаем о суициде с подружкой, но подружке повезло, она смогла встретить человека и перестать пить. То есть мне вообще не хочется. Я думаю, мы когда разошлись, мы поссорились очень сильно с ней, я начала пить прям без тормозов. Если она меня как-то останавливала, говорила, Юля, алкоголь еще есть в магазинах, не переживай, ты можешь не стараться выпить все, вот сегодня не заканчивается. Я думаю, что тоже у меня проблемы с питанием, что мне нравится вкус, поэтому я его пью вот такими количествами. Вот. Но я, так сказать, не понимала вообще, зачем я живу, зачем, что вообще, какая цель, что почему я так себя чувствую, почему я не могу испытывать какие-то яркие эмоции без алкоголя, почему я, в принципе, у меня не отсутствует интерес какой-то вообще к чему-либо. Потому что сегодня я решаю, что я буду бизнес-вумен, завтра я решаю, что я буду творческим художником, вечно нищим, послезавтра я решаю, что я сейчас беру рюкзак и иду в лес жить. И вот так ежедневно, я не знала, кто я, ежедневно меняла свое направление, просто болтаясь как говно в проруби, не понимая вообще, что происходит. И когда мы поссорились с подружкой, она сказала, говорит, мне стало не с кем пить, и я перестала пить, как это положено, алкоголику мне стало не с кем пить, и вообще меня вообще тормоза все отказали, я начала пить вообще столько, сколько я хочу, срываясь на наркотики, потому что, ну, типа, алкоголь уже не приносил то чувство удовлетворения. При этом я все еще думала, что я веселюсь, хотя вернулись, ну, ко мне вернулась, возвращается память в программе, и я понимала, что я веселилась, сидя возле ноутбука, смотря YouTube, беременна в 16, я сидела вот так, веселье неистовое, я думала, что это реально веселье. Вот. В общем, я даже не думала, ну, не сопоставляла, я такая, блин, я люблю веселиться. Когда ко мне приезжали друзья, я говорила, блин, у меня что-то вообще, я решила не пить, вообще никогда, вообще никогда, поэтому давай не будем пить. Мы сидели 20 минут, смотрели друг на друга, и я такая, ладно, пойдем в магазин. Вот, потому что, ну, скукотища вообще, что служат эти истории, ходить на свидание, слушать, как у него дела. Нет, вообще, надрез другого, ни за что, увольте, пожалуйста. Я лучше умру в одиночестве. Вот. И начались у меня очень сильные депрессии, прям, я могла лежать там неделю-две, не вставать с кровати, или там сидеть на кухне напротив ноутбука, курить, и не ходить даже мыться, то есть у меня не было сил. И, ну, тут меня уже, конечно, начинало напрягать, то есть у меня сменялась очень сильная депрессия каким-то кратким периодом, что мне хорошо. При этом я все так же могла легко воздерживаться от алкоголя, вот, просто не видела в этом смысла. И я, ну, думала на самом деле, что, ну вот, я не пью месяц, и что? Две недели там не пью, и что? Ну, ничего не меняется. Зачем тогда не пить? Вообще ничего не меняется. Ну, я понимаю, что это развод головы, но я реально думала, если ничего не меняется, то какой смысл отказываться от алкоголя? Я не понимаю. Вот. И уже, когда я осталась, ну, у меня и папа, ну, без парня я осталась, и уже с родителями, с папой долго не общалась, с сестрой порванной связи, друзья все какие-то, ну, так, типа, отворачивались, потому что, естественно, у меня вокруг все были виноваты, я всех обвиняла, они достаточно меня любят, ценят, они не понимают, как я страдаю, как мне тяжело, и они мне решали вот этот вопрос моей депрессии, они решали так, Юля, найди, парни, Юля, найди работу с девяти до шести, график тебе поможет, роди ребенка, вот это у меня потрясающий был вообще совет, роди ребенка, я такая думаю, хорошо, что я, ну, понимала, что это слишком легкие пути для решения такого состояния, которое, в принципе, ну, я привыкла, оно просто началось углубляться, оно длилось всю жизнь. И я решила обратиться к специалисту, причем недавно я совсем вспомнила, что я обращалась к специалисту, но совершенно, вот как в книге у нас написано, не была честна, я пришла обнюханная к ней и думаю, блин, лишь бы она меня не заметила, что я под веществами. Я такая, это что нужно иметь, какой вообще, платить человеку деньги, сидеть, разговаривать про папу, а потом выходить и говорить, это мне не помогает. Я такая, ну, насколько нужно иметь, ну, проблемы с мыслями, со здравомыслием. Вот, и когда у меня начались панические атаки, мне подружка сказала, ну, Юля, ты все от твоего безделия, то, что валяешься в кровати, ты жалеешь себя, слушай, ну, идти, я ходила к психологу, психологам, они все очень удивлялись, я ходила в клинику неврозов, меня хотели положить в психушку, потому что, ну, я прям, у меня суицидальные мысли постоянно неотступно следовали, не видела смысла жить еще один день, просыпаться в этот день и мечтала бы вообще спать все время. И смешная, конечно, ситуация, когда мне говорят, слушайте, мы не уверены, что вы сейчас выйдете отсюда и не вы поднимете в речку, поэтому давайте вы 40 дней полежите у нас в клинике неврозов. Я такая, господи, а что, сумасшедшая, у меня там дома две кошки и арендная клада. Какая 40 дней. И приходила домой и валялась в кровати. То есть вообще, мне совершенно не казалось, что вот, ну, все, жизнь идет своим чередом, это нормально, это какая-то временная трудность непонятная. Я мечтала, чтобы у меня нашли психическое заболевание, которое бы объяснило бы, почему я так себя чувствую. Когда я попала к специалистке, которой безумно благодарна, она там нашла у меня проблемы с гормонами, и мы начали их лечить, а мне не становится лучше, мне вообще не становится лучше. Я говорю, почему я так все еще себя чувствую. И она у меня спрашивает, сколько ты пьешь? Я говорю, это немного. И мне, ну, я прям водила ее за нос, как этот. И она меня один раз подловила, когда, я говорю, слушайте, у меня был феназипам, я на ночь его выпила, а утром пошла вина, выпила бокал. И меня так развезло, она говорит, во сколько утром? Я такая, в 11. Она такая, Юль, никто в 11 не пьет вино, правило, 5 часов. Я такая, блин, я свободный человек, я хочу и пью. Ну, на самом деле, я не очень поняла, в чем проблема, в чем она меня лечит, что она мне объясняет про то, что я не могу пить в 11 утра. Я же, ну, блин, совершеннолетняя женщина, которая сама купила себе это вино. Ну, странно, у меня это, я недоумевала. И мы начали разбирать эту тему, что, оказывается, что, что я говорю, что я пью немного 2-3 раза в неделю, это значит, я напиваюсь 2-3 раза в неделю. А пью я, в принципе, довольно-таки часто. Вот. То есть те дни, когда я не напивалась, я прям не считала, что это я выпила. Ну, там, ну, это вообще, ну, чепуха при этом. Аллергия, конечно, очень сильно мучила, очень сильно хотелось выпить. Я помню, как я нервничала, когда парень у меня провожал со свидания. А мне хотелось еще. Я говорила, что я живу в соседней парадной, потому что я хотела в магазин. Я проходила сквозь эту парадную, чтобы попасть в магазин, чтобы он не знал, что мне не хватило. То есть меня было легко заманить, не знаю, к себе домой, сказав, «Слушай, ну, пора по домам, но у меня еще дома бутылка. Хочешь?» Я приезжала прям просто вот. Мне парень неинтересен, если у тебя есть дома, что выпить? Я к тебе поеду. Да, даже если придется с тобой заняться сексом ради. Хотя, ну, при этом я могла спокойно себе купить. Я вот сейчас это потом, когда протерезвеев я начинала анализировать, я такая думаю, господи, это что было вообще? То, что мне не отдавало отчет своим действиям. Если аллергия началась, то я искала самый короткий способ продолжить употреблять сегодня. И находила самое нелепое оправдание. Ну, самое было распространенное оправдание, что сегодня последний раз. И когда мне начала психиатр говорить, что у меня алкоголизм, все смеялись. Я же, ну, я болтунья, я болтушка. Я побежала всем рассказывать всем своим друзьям, соседям. Я жила в огромной коммуналке, где все употребляли и наркотики, и алкоголь. Я только бухала. Я говорю, у меня алкоголизм. А так как они не видели, как я бухаю, потому что я бухала перед ноутбуком, они начали смеяться. У тебя, да, ты самый адекватный человек на свете. Ты, да, ты вообще, в смысле, алкоголизм? Да она прикалывается, она тебя на деньги разводит. Вообще. Я такая, я ходила, прям всем говорила, прикиньте, у меня алкоголизм хаханует вообще, конечно. Ну, чудеса. И я решила доказать психиатру, что у меня не алкоголизм. И два месяца не пила. Ничего не поменялось. Я говорю, слушайте, мне кажется, у меня не алкоголизм ошиблись. Она такая, Юля, а когда алкоголик? Задумывается о том, алкоголизм у него или нет, то он скоро пойдет пробовать. И буквально через неделю я говорю, слушайте, реально, вы мне так сильно помогли. Чувствуйте себя белисимо. Просто спасибо, очень клево. Вот. И она говорит, Юля, ты пойдешь сегодня пить. Не нужно, не делай это. Я говорю, нет, мне не нужна наша встреча. Я отменяю, спасибо, я обращусь. Но она не знала, что я пила уже вчера. Я позвонила, сказала, спасибо большое. Вообще, мне очень нравится. Далее она мне прописала кодировку. И я говорю, ну, типа, если я выпью с ней, то мне станет плохо, я умру. Она такая, да, нельзя пить. Я купила эту кодировку и говорю, ну, я пока что ее пить не буду. Я купила, там, вот этот препарат, короче. И потому что я понимала, что если я захочу выпить, никакие мысли о том, что я умру от этого, меня не остановят. Уже вот, ну, такая честность начала появляться. Что, ну, у меня же эти суицидальные мысли. Я такая, о, это отлично способ убить себя. И я сопротивлялась, я доказывала, использовала. Она использовала гипноз. Мы там очень долго работали. Но она уже начала говорить, что, ну, что, короче, я деградировать начинаю. Что у меня пока что еще сохранились умственные способности какие-то. Но, говорит, Юля, у тебя уже первые признаки деградации личности. Что тебе нужно уже что-то с этим делать. Пожалуйста, очухайся, пока не поздно. Ну, я и помню вот этот момент, что у меня еще не... Алкоголь как бы работал. Ну, как бы был момент, когда я стояла уже пьяная очень сильно. И все равно чувствую эту нистовую боль и нежелание жить. Я не могла заснуть. Я прям, ну, помню, била себя вот. Ну, вот эта боль вот тут вот била, чтобы она утихла. Я не понимала, да, блин, что это? Блин, да я же выпила сколько надо. Я вот прям, у меня недоумение было. А что нужно делать? Естественно, что нужно делать? Нужно еще добить себя наркотиками, антидепрессантами. И все это я пошла пробовать. И это все за три месяца. Вот и кодировка, и когда алкоголь перестал работать. И мне все время говорили, он говорит, иди в ААА. А моя подружка сходила в ААА, говорит, там все журеют себя. Она сходила на какое-то онлайн-собрание, говорит, они ноют. И все они ПГМ, ну, типа, православные. Я такая, о, это понятно вообще. Нет, это не надо. Ну, потому что я не знаю, что она имела в виду под православными, но она имела, наверное, в виду Бога. И я тоже такая, о, Бог, это спасибо. Вот, мне это неинтересно. И я продолжала доказывать своему психиатру, что алкоголь решает мой вопрос. Лечите меня от депрессии. Алкоголь уйдет, если вы вылечите это мое состояние. Я его употребляю, потому что мне плохо. И она уже такая, ну, она говорит, Юль, если ты сможешь пить и чувствуешь себя хорошо, то я сворачиваю свою практику, и все, и навсегда перестаю быть психиатрой. Вот, ну, я понимаю, что это классические у меня были признаки алкоголизма. Вот, и когда я уже пришла, ну, знаете, мы были разными, там, настойчивыми, требовательными. И это, я начала ее шантажировать. Я вам за что деньги плачу, почему мне лучше не становится? И она говорит, Юля, ты пить не хочешь бросать? Почему тебе лучше должно стать? Я пролюдала 40 минут и побежала в ААА. В тот же вечер я признала, поняла, что да, кажется, жопа. И она мне сказала, что, ну, ты упрямая, ты дубовон, ты деградируешь, и тебе ничего не поможет. Вот и дева, это единственное, что таким, как ты, поможет. Ну, я думаю, не знаю. Я побежала, мне было страшно. Я побежала, там были, ну, хорошие ребята, которые явно, ну, не чувствовали себя на, ну, в такой степени, как я. Но я думала, что мне туда нужно прийти, чтобы получить трезвых друзей. Недавно вспоминала, что я решила почему-то, что мы будем трезво проводить время, играя в бадминтон. Вот, и я просто, ну, для меня это было, вот я прям вспомнила, думаю, блин, реально бадминтон. Я пришла с другом в ААА, и он прямо у меня спросил, интересно, у них есть чады, где они собираются играть в волейбол? Ну, то есть у нас такие были представления о трезвой жизни, что это именно так должно происходить. И, естественно, ну, мне рассказали, я такая, блин, реально, я тоже хочу сдохнуть, когда я трезвая. Это вот, ну, прям четко, слушайте, вы... И мне стало так хорошо в конце собрания, что я думала, что мне в чай какую-то наркоту подмешали, почему мне так стало тепло и хорошо. И я такая, блин, ладно, да, нужно туда сходить еще через месяц, наверное. Я не понимала, что нужно делать. У меня день рождения должно было быть через две недели. И это забавно, я обратилась к человеку, ну, который сидел после группы, я спросила, слушай, у меня тут день рождения через неделю, а я не знаю, как остаться трезвой, я понятия не имею. Вот, и он такой, ну, ты трезвой не останешься, так ты просто отодвинешь свое выздоровление. И меня так это удивило, думаю, ты не уговариваешь, чтобы я осталась трезвой, что это вообще за позиция такая. Ну, естественно, я не оставалась на свой день рождения трезвой. Я начала седьмого, закончила четырнадцатого. И начала тоже развить психиатром то, что если у меня алкоголизм, то, значит, наркотики мне можно, да. Значит, легкие наркотики можно. От легких наркотиков, я так и думаю, если легкие наркотики можно, значит, можно и просто наркотики. И начала просто наркотики употреблять. А потом думаю, да блин, да какая разница наркотики, алкоголь. И в итоге спустя 7 дней я стыла пьяная возле фонтанки и думаю, да, бля, как это произошло опять. Вот, и реально мне нравится, когда вот горят люди. Если бы я знала, что этот день будет моим первым мингрезом, я бы, наверное, еще пошел, попил бы. Я не знаю, что произошло, почему. Потому что на собрание спустя 20 дней я только явилась, уже придя, и мне сказали, я узнала про то, что нужно найти спонсора, и тут начал работать Бог вообще. И он, ну, если вот касаться юмора и правила 62, он у меня, ну, лютый приколист. Ну, все, что я думаю о жизни, он сразу же показывает, что это не так, причем мягко и смешно. И я после второго собрания шла и с девочкой общалась, очень хотела поговорить, мне прям очень хотелось общения, я очень, ну, внутри себя чувствую одинокой. И она говорит, Юль, ну, не нужно тебе на это собрание ходить, сходи вот на другое. Там можно говорить, если ты не делаешь шаги. Просто некоторые люди думают, что они, если сделали 12-шаговую программу, так они лучше других, которые не делают 12-шаговую программу. И я, ну, человек, который делает неправильные выводы, я такая, я хочу быть лучше других, мне нужен спонсор, я хочу сделать эту программу. Ну, и у меня были симпатичные люди, которые говорили именно по шагам, я видела какое-то сияние в глазах, какую-то радость и, ну, чувствовала какую-то силу внутреннюю, не могу это описать, я чувствовала эту силу от своей семьи, вот, религиозной по маме. Они жили в Боге, и они хорошо, очень сильно, ну, себя чувствовали. И у них не было драм, они были очень веселыми, и много смеялись. Я думаю, блин, почему у нас семья такая покалеченная, а у них нет. И я нашла спонсора, и тут опять же Бог начал работать, что я нашла, мне сказали, найди спонсора, найди спонсора. Я хожу, и никого нет, девочек спонсоров, нет. И я так, блин, а как, ну, найди спонсора, да, я готова, хорошо, окей, нету, одни мужики. Может, к мужику надо обратиться, и я не знаю, ну, понятия не имею вообще, что, где женщины спонсора. Вот, и когда я увидела первого женщину-спонсора, я застеснялась к ней подойти, и подошла, взяла номер ее у других девочек. И тут опять Бог приколист, он меня перевел к тому спонсору, с которым я сейчас, с которым я прошла шаги. Люблю говорить, что это как были военные действия, самые настоящие в моей голове, потому что это, ну, оказалось действительно очень тяжело. Но я исчерпала все идеи по поводу того, как жить дальше. И я выполняла все, ну, старалась выполнить все рекомендации и выполнять рекомендации до, ну, просто дословно. Потому что для меня лично не было разницы, что молиться Богу, что отзваниваться каждый день, что молиться стоя, молиться на коленях, молиться определенной молиться. То есть меня, ну, не вызывало ничего вопросов, потому что мне все это казалось очень бредовой идеей, потому что в ней присутствовала идея Бога. Но это казалось таким нереальным, чтобы я поверила в Бога. Ну, вы, вам повезло, ребят, вы верите в Бога, но я умная. Вы не знаете меня, я умная же, я знаю, что Бога нет. Вот, я такая, ну, вот прям я реально думала. И прям вспомню, я пришла на собрание, на свою первую домашнюю группу, уже вот когда меня спонсор туда отправила, и заходит человек с 20 годами трезвости. Я говорю, а я тут одна? Она такая, не одна, мы тут вдвоем, и Бог. Вот, мы, то есть мы тут втроем. Я думаю, блин, она знает, что я новичок, нафиг она притворяется, хоть бы передо мной не притворялась. Я в эту фигню не верю. Мне почему-то казалось, что все люди притворяются. И так как я умею офигенно подстраиваться, я поняла, что я боюсь потерять это сообщество. Поэтому я буду со всех сил стараться играть по правилам, по тем правилам, которые в этом сообществе. Мне очень нравилась теплота и доброта, с которой ко мне отнеслись. Поэтому я говорила, что в Бога верю, что Бог спас меня, что я молюсь и чувствую его. Хотя на самом деле я сейчас понимаю, что у меня веры не было ни капли вообще. Я хотела верить в то, что я говорю, но веры не было. Я очень сильно боялась, что мне не станет лучше. Все люди вокруг говорят, пройди шаги, станет лучше. И когда я уже делала третий шаг, я уже начала бояться, что это припоручать волю и жизнь Богу, который хочет наверняка, чтобы я в лохмотьях ходила по миру. Я слышала очень много таких опасений от других людей. И я тоже опасалась. Такая, блин, я сейчас если пообещаю Богу что-то, так они сейчас сразу же с меня попросят что-то, чтобы если я встала на колени и помолилась, так вот теперь раз помолилась, иди и сделай вот это. Но меня это очень сильно пугало. Мне нравится, как мой спонсор все время, когда я звоню, есть претензиями какими-то, что я что-то не хочу, что-то мне не нравится. А какой выбор? Какой выбор? Что? Ну иди пей. Иди. Ну не делай. А что у тебя? Какой это выбор есть, что ли? Ну и мне это прикалывает, потому что у меня действительно нет никакого выбора. Сколько бы я ни бычего не сообщала спонсору о том, что программа не работает, о том, что я задолбалась отвечать на звонки, о том, что это служение забирает всю мою жизнь, о том, что там, не знаю, Бога нету, или Он хочет, чтобы я была в одиночестве уродливая, прыщавая. Вот. А спонсор говорит, а какой? Ну и что? У тебя есть другой выбор. И, ну, это меня, ну, каждый раз, получается, ну, ставят в тупик, потому что действительно, выбора нет. Более того, я попала в ловушку, которая называется «Обещание десятого шага». Сделав шаги, ну, делая шаги, то есть я делала в надежде, что мне станет хорошо. Я, как бы, в обещании десятого шага, что вопрос алкоголя уйдет сам собой, что даже в момент соблазна мы отшатнемся. И я помню на год резвости, мне так сильно жмыхнуло, что я просто звонила спонсору, сообщала о том, что эта программа говно, ой, что это все вообще, и вообще-вообще, и мне, что я фигней этой страдать не буду всю жизнь, что, ну, для сопротивления пошел, и прям хотелось, ну, и спонсор мне рассказывал, что у него тоже такое было, и мне прям хотелось доказать, объяснить, что-то выбить у своего спонсора. Ну-ка, истерика богу какая-то была. И она мне говорит, ну, Юль, ну, иди пей, просто иди пей. И я такая, а я не хочу. Просто я поняла, в какой я теперь ловушке, что мне придется принимать духовные методы решения проблемы, потому что мне поняли, что алкоголь не решит проблему. У меня провалился первый шаг, что алкоголь не решит мою проблему. И эта боль точно уйдет при помощи Бога. Я такая, блин, это что за... Ну, это реально мне было очень убидно. Я такая, так вот, это как вообще? Я не знаю, наверное, рассказала секрет всех спонсоров. Я сама стараюсь скрывать от своих спонсируемых это, чтобы они потом не так... Чтобы они тоже так потом удивились на гость в трезвости. Для меня это реально было очень убидно. Я такая, так убить себя я не могу. Я уже много раз пыталась и не могу до сих пор. Вот, и пить это не решит мой вопрос. Я это четко осознаю, и я даже не хочу. Хотя я шла, ходила, рассказывала, шокировала своих друзей анонимных. Говорила, я сейчас продам все оборудование, которое у меня есть, все продам, даже голос продам. И пойду торчать. Пойду торчать, и потом в конце, когда все проторчу, я убью себя. И я обожаю моих друзей. Они говорят, Юль, ты же потом лысая просто придешь к нам обратно. Вот, и самое, ну, тут не знаю, наверное, касаясь уже плавно темы юмора, что мне очень дорога поддержка моих друзей, потому что мы с ними постоянно встречаемся и веселимся. Мы смеемся над слабостями, мы смеемся над своей болезнью. Я, ну, как есть такая шутка, типа «Осмеянный враг слаб». Я думаю, что если я высмеиваю свою же башку, свою болезнь, то она, ну, она такой власти надо мной не имеет, как, ну, господи, что она не имеет надо мной такой власти. И это иногда черный, циничный юмор. И меня обожаю, когда мои спонсируемые читают, что многих может поражать наше неумное веселье, хотя там написано неуемное, я такая, да-да-да, да-да-да. Моя бабушка называет нас, назвала бы нас дурно смехи. Вот, то, что пальчик покажи, мы просто на собрании посмотрим друг на друга и смеемся. Вот, но я помню, когда первый раз у меня этот смех вырвался из меня, ко мне подошел человек, что на двух или трех месяцах презвести, говорит, как дела? Я такая, хорошо. И прям, ну, я не знаю, какое-то у меня было такое настроение, он такой, ты начала улыбаться, ты начала улыбаться. Это значит, выздоровление идет. Я не, я не вообще, ну, не вижу свое лицо, поэтому я не знаю, с каким лицом ходила я, но я помню фотографию, я еще была такая, ну, типа, вот. И я такая, блин, я что, ну, реально, наверное, это со мной работает. И, короче, я, потом я услышала через несколько месяцев, что один анонимный сказал, которому очень доверяю, если вам не весело, вы это делаете неправильно. Я позвонила спонсору, говорю, мне нифига не весело, мне очень не весело, мне очень плохо, мне не весело. Вот, и сейчас я разделяю это мнение его, если вы, ну, если я прошла шаги и мне не весело, значит, я болею. Мне надо принимать лекарство в виде 12 шагов. Вот, и, то есть, первый смех мой был на собрании, вы, наверное, ну, я не знаю, какой, вот этот вот мой опыт, я помню, он был таким странным, потому что на собрании, как всегда, ребята пошутили, и на этот раз я смеялась, не чтобы поддержать компанию, типа, смехом, чтобы как бы не выделяться, что у меня нет чувства юмора. Тут реально меня внутри клокотало, распирало, у меня навернулись глаза, я не могу остановиться, меня вот так колоть, я такая истерика, или это что? Почему мне так? Ну, это, то есть, такое странное ощущение было, я такая, это что за странные чувства вообще? Я такая, это настоящий смех, это тот смех, который вот, ну, не можешь остановить, который не прекращается по челчку, ты, я просто не могу, меня вот, я прям смеюсь, меня хоть все перестали смеяться, я сижу смеюсь, и я прям такая, вау, это, это, ну, то есть, на меня это было одно из вот этих странных ощущений программы, когда такой, блин, так реально мне может стать получше немножечко, ну, то есть, они по капелюшкам, и вот этот вот смех я видела в других людях, но я никогда не смеялась, как будто бы искренне, ну, возможно, ну, в последнее время, возможно, я когда-то и смеялась, но мой мозг может развести и сказать, что никогда не смеялась, но вот этот смех, который я испытала на собрании, я очень удивлена была, и, более того, у меня были впереди идущие, очень клевые, они, ну, мы изучали традиции, я много кругов традиций проходила, потому что я обожаю их, и я помню, там, мне прям запала в душу эта фраза, я лучше буду смешным, чем равнодушным, а так, как я себя чувствую, неловко, очень сильно неловко общаюсь с другими людьми, мне казалось, что что-то я не так говорю, и постоянно я переводила разговор на себя, вот, поэтому я прыгала, я скакала, такая, привет, как дела? И мне говорят, Юль, что ты дергаешься? А я такая, так, ну, не знаю, весело же ей, вот, ну, типа, делала всякую чепуху на желании пообщаться, то есть я стремилась к этому, и постоянно себя утешала, я лучше, ну, чем уйти просто после собрания, мне, я буду прыгать и казаться смешной и странной, но, по крайней мере, ну, смогу завести разговор с кем-то, возможно, кому-то это надо, ну, то есть, не знаю, понимаете, я, о чем я говорю, ну, сильно даже люди говорят, что-то скачешь ты без конца, а я так, ну, у него все чувствовала, но мне очень сильно хотелось общаться, и был момент еще тоже связанный со смехом, когда я пришла на первую тусовку, вечеринку к своему спонсору, она позвала меня на Хэллоуин, я сидела такая, да, конечно, безумно весело у вас тут, а я надела, она красилась, все сидят тоже, я такая, это, конечно же, намного, как, знаете, многие, я слышала на собрании с даже самый худший день трезвости, лучшего дня в употреблении, вот, там, конечно, фраза не совсем такая, но я такая, нет, нет, ну, видимо, то ли люди не употребляли то, что употребляла я, то ли у меня реально какая-то ситуация гораздо потяжелее, вот, я смотрела на своего спонсора, которая просто смеется у нее, она не может становиться у нее прям, я так, она это прикалывается, что ли, как у нее это получается, ну, просто смех, вот, ну, вылетает из человека, постоянно, и я хочу сказать, что вот, ну, спустя год я прям чувствую себя так же, что я не могу остановиться, что мне весело, и мне, ну, действительно хорошо, возможно, это вот абстинентский смех, как это говорит моя подружка, абстинентский просто из ниоткуда, вот, но в любом случае смех и юмор, юмор, это, ну, для меня очень важно, и более того, недавно я начала комплексовать по поводу того, что я все даже серьезные вещи высмеиваю, что, когда у нас, ну, мы созвонились с папой, с бабушкой, которая сейчас на Украине, и, ну, было достаточно тяжело, и папа, он у меня, ну, он пьет, ну, короче, какие-то, наверное, у него психологические проблемы, вот, и он начал, ну, я начала чувствовать себя очень плохо, и прям вообще не контролировать свои эмоции, и вместо того, чтобы поступить по-старому и начать папе указывать на то, что он ведет себя некорректно, некрасиво, что он обижает меня, обижает меня, делать мне больно, я начала отшучиваться, да, да, пап, ну, мы дурочки, конечно, да, да, пап, ого, серьезно, вот это, конечно, информация, ну, прям, я не помню дословно, потому что у меня был такой стресс, я, ну, реально не могу вспомнить, но я повесила трубку, побежала рыдать, звонить спонсору, это вообще, я говорю, что, я отшутилась, говорю, почему я отшутилась, он говорит, Юля, это, ну, наш защитный механизм, мы не, как без смеха смотреть на ту боль, на те вещи, которые происходят в жизни, которые вообще есть вокруг, в жизни есть много трагических вещей, и мы больны вообще не самым прикольным заболеванием, оно смертельное, от него, ну, я слышала, что выздоравливают, остаются трезвыми 5% людей, то есть, если, ну, это, по сути, смерть, ну, всегда рядышком, я бы сказал, если не смеяться над этим, то, ну, как справиться с этим, и тут, опять же, ну, высмеянный враг, слаб, болезнь слаба, вот, высмеянные гоны головы, слабы, и, ну, я себе представляю, каждый раз утрированно свои, ну, как я там сижу, сержусь, что кто-то служит Богу хуже, чем я, что кто-то меня обидел, не выказал мне должного уважения, я представляю, как в масштабе Бога я сижу, действительно, у нас там даже в ежедневнике было, сижу, и, ну, представляю, как это выглядит, на самом деле, забавно, потому что в масштабе Бога это все чепуха, и, там, ну, вот, недавно я отказалась совершенно от просмотра новостей, и есть только один комик, который мне нравится, он как раз делает обзоры на новости, и я отправила, я говорю, ну, и мы разговаривали с спонсируем, а я отправила мне это видео, говорю, единственные новости, которые я могу смотреть, потому что они смешные и не несут никакой смысловой нагрузки особо, и она мне прислала потрясающую просто фразу, что тот, кто проводит время смеясь, тот проводит время с Богом, и я действительно считаю, что Бог хочет, чтобы я смеялась, чтобы я веселилась, и японская пословица, так повторяет ее бойфренд, и для меня это вот вообще, оно засело в голове, более того, моя домашняя группа, мы два месяца назад, ну, со спонсором, с друзьями, мы открыли новую группу, которая была названа правилом 62, и мы постоянно напоминаем себе, что ну не нужно с такими серьезными лицами сидеть на собрании, мне нравится, как говорил один спикер, мы все-таки не по масштабам, а Альберта Эйнштейна тут работаем, на каждом собрании одно и то же, хватит уже настолько быть серьезными, настолько серьезно к этому относиться, и если, ну, не знаю, вот назвалась так, грубо, мы назвали ее, и мы просто, и получается, ежедневно приходя, напоминаем себе о правиле, об этом, о том, что не нужно воспринимать себя слишком серьезно, что, ну, это не, причем, ну, я воспринимаю очень серьезно программы, воспринимаю очень серьезно проблемы, ну, не близко к сердцу, а серьезно, проблемы людей, которые обращаются ко мне за помощью, мне прям, ну, прям нагреваюсь, когда не могу им помочь, вот, но, ну, стараюсь не придавать значение своей башке, которая, например, сидит, такая, такая, прикиньте, мой спонсор умрет, и я начинаю плакать, сидеть, такая, господи, мой спонсор умрет, и как же я останусь одна, я такая, блин, это чехол, вот, потом такая сидит, она такая, иди прыгни с окна, я такая, ну, интересно вообще, информацию ты не выдаешь, ну, она как будто, ну, какие-то, не знаю, у нее рандомные мысли, которые стоят мне только на какой-нибудь мысли задержаться, и все, это путь в ад, путь в никуда вообще, я начинаю, недавно я придумала, что я сдам десятку на то, что мне много звонят спонсируемые, спонсор смеется в голосовом, и говорит, то есть ты хочешь сдать десятку на то, что ты выздоравливаешь, и я такая, ну, выхочется, да, вот, потому что, ну, башка, она, ну, если, ну, слушать ее как брей, ну, мы еще, кстати, говорили с друзьями, которые, что нашему спонсору нужно поставить на автоответчик, это россказни больной головы, не слушай свою голову, потому что все, что меня заставляет плохо себя чувствовать, это, ну, россказни моей больной головы, но еще хочу сказать неприятное качество юмора, что мы, ну, мы саркастичные, мы циничные люди, и много черного юмора, и мне было очень сложно держать этот баланс, потому что веселье это клево, но в этом веселье я как пьяная, начинаю всех задевать там вообще, ну, обижать, и потом, ну, я прям вижу, что человек меняется в лице после моих слов, и я такая, блин, так я просто пошутила, уже не видно, я же веселюсь, и меня это, ну, озадачило, потому что я жила с независимыми соседями на тот момент, и я шутила над проблемой девочки, потому что если я свою проблему высмею, она для меня не так важна, я шутила над ее проблемой в отношениях, и она говорит, Юль, не весело, я говорю, в смысле, да ты посмейся над этим, станет лучше, а она такая говорит, нет, не весело, я говорю, ну, вообще-то ты смеялась только что, она говорит, конечно, легко пошутить над тем, что задевает человека, а ты попробуй пошутить про погоду, так, чтобы это было смешно, но над чужими недостатками легко шутить, потому что сразу же идет реакция, и защитная реакция в виде смеха, и я тогда задумалась, и начала спрашивать у спонсора, и вот, ну, и мы тогда дочитывали книгу, и в книге у нас как раз таки написано, что юмор это клево, мы люди на сцене, за умение посмеяться над собой, над своими недостатками, но над чужими недостатками лучше не смеяться, это не будет так встречено с таким, ну, с аплодисментами, и я вот, ну, действительно стараюсь это как правило, но я неудержима, если я разошлась, то это как с алкоголем, я начинаю просто такую чепуху молоть, начинаю стебать, подкалывать на такие вещи, что мне стыдно просто, я такая думаю, господи, зачем это было нести, я не могу, вот, я, ну, прошу Бога, чтобы, ну, я перестала так шутить, но иногда этот черный юмор помогает, потому что, когда я, ну, вот, рассказываю, что могу от трезвости, когда я не смогла обойти пить и повеситься, я лежала и была готова умереть от доски, я просто такая, все, я, ну, я готова, ну, я не, ну, все, я пойду убью себя, и, я думаю, они все по пляжу, они все поймут, что я натурально мучилась, не то, что они, у меня, типа, тяжелее заболевание, при том, что Бог меня настолько любит, Он мне дал суперлегкую трезвость, мне, у меня не было сопротивления по поводу программы, у меня не было никаких тяжелых событий, у меня, конечно, было мало денег, но когда, извините, у нас много денег, всегда было мало денег, вот, всегда что-то там не хватает, у меня никаких проблем не было, я очень люблю за это своего Бога, потому что Он так любит меня, и у меня нет причин плакать, плакать, кроме того, что у меня там, я помню, прям, меня парило, что у меня нет отношений, и я такая, убью себя, они поймут, несмотря на то, что внешнее благополучно было, они поймут, как я мучилась, я понимаю, что, нет, мои друзья, они не поймут, они пожмут плечами, точнее, да, им, конечно, будет жалко, они пожмут плечами, потому что они циничные все, и скажут, он не мог, или не хотел принять наш образ жизни, вот, ну, потому что у нас в книге так и написано, и написано, что даже если наши пути расходятся, наша радость не иссякает, они не будут рвать на себе волосы, и кричать о том, что, а, как это мы не заметили, они, ну, потому что я уже видела в сообществе смерти, и, ну, мы продолжаем жить дальше, и, ну, ничего не происходит, никто не начинает сокрушаться, как же мы не заметили, потому что моя болезнь, это моя ответственность лечить ее, делать 12 шагов, и никто из моих друзей не будет, там, не знаю, свою жизнь прекращать, или еще что-нибудь, потому что, потому что я не смогла принять 12 шагов, вот, и, меня это успокаивает, потому что я понимаю, никакой жалости от них не добьешься, они с моей болезнью не сюсюкаются, мне его спонсор тоже так говорит, я с твоей болезнью играть не буду вообще, я с твоей болезнью буду жестко разговаривать, вот, и они с этой болезнью тоже не будут, они играть на ее поводу и жалеть ее, вот, хотя, конечно, мысли эти постоянно, мысли эти фоном, и, забавно, когда я ими делюсь, с людьми, у которых их нет, они такие, нет, Юля, это ненормально, такого нет, у меня такого, я такая, оу, блин, сори, вот, потому что, ну, я просто им не придаю значения, потому что это роскость не больной головы, вот, даже не знаю, что еще рассказать, а, я хочу рассказать про отношение к трезвости, пожалуй, про 12-й шаг, потому что у меня, ну, были люди, которые стрим употребляли вместе, некоторые из них умерли, некоторые из них в тюрьму сели, некоторые из них попали в репцентры, там, у меня была подружка, ну, нехорошая знакомая, которая два года отлежала в репцентре, в репцентре вместо тюрьмы, и она вышла, и у нее трезвость на данный момент 7 лет, и она непрограммная, ну, не сообщесть, и она верит в Бога, я вижу, что ей хорошо, ей помогает, и она, когда у меня было 3 или 4 месяца трезвости, мы с ней увиделись, и она говорит, Юль, готовься к очень скучной жизни, к нереально скучной жизни, а для меня, ну, реально, я представляю себе трезвость, именно очень скучную, нудную, нереально, ну, просто нудятину, и думаю, как-то же я научусь веселиться, и она говорит, ну, готовься, ну, просто, знаете, как, блин, насыпет соль на рану, и, там просто друзья мои пришли, шумят, я не могу сконцентрироваться, вот, я реально заняла спонсору, еще тогда вообще даже вот эти забытые главы мы не читали, с ней, и она говорит, Юль, нет, я тебе хочу сказать, что нет, это не скучная трезвость, это ты поймешь, распробуешь ее на вкус, и, ну, я очень много, ну, на самом деле, прикладывала усилий, чтобы распробовать эту трезвость, чтобы в нее поверить, чтобы начать себя чувствовать хорошо, и я хочу сказать, вот, мне прям хочется найти эту девочку, написать, и ты ошибалась, ты реально очень сильно ошибалась, потому что я так никогда в жизни в употреблении не веселилась, как сейчас, потому что у меня забит весь день, у меня, благодаря Богу, очень много работы, благодаря Богу, у меня есть спонсируемые, которых я безумно люблю, без них бы, на самом деле, моя жизнь была бы такой блеклой, я понимаю, ну, насколько это, ну, действительно чудо, потому что, когда я прошла шаги, и не могла найти спонсируемых, я прям рыдала, что, спонсор, ты обещала, что у меня будет много спонсированных, мой опыт будет полезен, а он никому не полезен, ты меня обманулась, никому не нужна, и вот сейчас я нужна, ну, другим, и я, ну, чувствую себя очень хорошо, более того, блин, я каким-то образом, вот, ну, к концу второго года трезвости, оказалось, что у меня огромное количество друзей, такое количество друзей, что я даже, ну, не могу, если их позвать всех к себе домой, то нам их негде рассадить, когда это было вообще такое, что если, ну, что если позвать их всех домой, и попытаться их накормить, то можно разориться, если позвать их всех домой, то это будет такой шум и гам, будет гора обуви в коридоре, я просто, ну, никогда не думала, что я буду вот таким человеком, что я буду в такой трезвости, что у меня может быть такая жизнь, и трезвая жизнь, потому что у меня даже в употреблении не было, такого количества друзей, когда я с ними, ну, делилась наркотиками, деньгами, алкоголем, а тут я, ну, по сути, просто делаю программу, и это все случается, без, я ни секунды не потратила, чтобы завести друзей, они, ну, случились, они случились, я безумно их люблю, и эта трезвость, она действительно веселая, и я искренне разделяю это мнение, если вам не весело, если вам не плохо себя чувствует, ну, если вам не весело, если вам не смеетесь, если ваша трезвость скучная, то вы болеете, это болезнь, потому что я пила, когда мне было скучно, и никто не понимал, ну, психиатр не понимал, что значит, я пью, когда мне скучно, и вот сейчас, если мне скучно, то я болею, понимаю, что эта башка меня разводит, вот, пожалуй, наверное, на этом закончу, спасибо вам большое, вот, сегодня трезвые, они там хлопают, у них, мы тоже хлопаем тебе, Юль, спасибо тебе большое, за твое спикерское, реально очень позитивное, юморное, ну, настолько с юмором, я еще не слышала, вот, ну, да, об этом, и у нас уже есть первые вопросы, Катерина, скажи, пожалуйста, Юля, расскажи о служении своем, спасибо, спасибо, о своем сейчас, я, я секретарь группы, я, мне очень нравится это служение, но, ну, я секретарь моей домашней группы, я служу в, пятом комитете, все, наверное, господи, мне так мало служений, что, вот, да, ну, на самом деле, секретарь, это достаточно, ну, тяжелое для меня служение, потому что нужно очень много смиряться, и работать на смирение, и не, ну, никто на моей домашней группе не делает так, мне нравится, и мне приходится много Бога иметь, применять постоянно традиции, ну, я благодарна, что я их изучила до того, как стала секретарем, потому что в процессе я бы очень запуталась, и вот, секретарь, да, я считаю, что это очень сложное служение, и очень важно, очень помогает применить все традиции, и полюбить, именно, ну, была такая фраза, что если вы не любите свою домашнюю группу, то возьмите на ней служение, и у меня вот это вот моя третья домашняя группа, у меня была и первая домашняя, и вторая, и на всех, я бы все начинала любить, когда начинала отдавать, когда начинала служить на ней, вот, спасибо. Спасибо, Юля, спасибо, друзья, за вопросы, и здесь такой очень важный вопрос, что не первый раз, скажи, пожалуйста, можешь ли ты оставить свой номер телефона, потому что хотят пригласить тебя, поспекерить, я так понимаю, поэтому, если можно, оставь, пожалуйста, и еще, я прямо сейчас, наверное, оставлю, да? Ну, можешь, да, в чате, да, спасибо, и еще, что дает служение, вот здесь, Катя, уточнение сделала, что дает служение, спасибо. Спасибо за вопрос, блин, это мой спонсор спрашивает, с подковыркой, вот, служение, я, когда начала служить, я начала общаться с людьми, мне очень сложно подойти, начать с ними говорить, какие-то личные темы, а, когда я начала служить, то, как бы, ну, подходя там, типа, вы, вы будете чай, там, или, там, ну, давайте банку подвиньтесь, я тут пол мою, я как бы начинала вливаться в коллектив, то, что вы все такие клевые, на самом деле, ну, у меня был там месяц трезвости, все очень клевые, стильные, чистые, с новыми кроссовками, все красиво говорят, и хорошо себя чувствуют, и смотрят мне прямо в глаза, а я не могу от ботинок взгляд оторвать, и боюсь, что меня вот-вот выгонят, и, ну, там, типа, выполняя вот это служение, мне сказали, спонсор, просто возьми служение, я просто это делала, и потом, ну, в будущем, я поняла, ну, вот сейчас понимаю, что это мне помогло очень сильно влиться в группу, стать членом группы, что я начала с ними общаться, ну, с людьми, просто по служению, как-то, когда организовывали семинары, ко мне все обращались, спрашивали, ну, видели, что я служу там, где туалет, где то, где сё, и таким образом мне было легче общаться, легче, так сказать, ну, не стесняясь, потому что я полезна, я типа делом занята, между прочим, а не навязываюсь своей личной, ну, это тоже у меня бывает, и вот служение мне помогло стать членом группы, и полюбить группу, и любое служение, даже дома, служение на, вот, когда я жила с соседями независимыми, спонсор мне говорил, ну, делай что-то, мой унитаз, мой пол, мой занятий, посуду, и когда я делаю это служение, начиная любить это, любить это, то есть, ну, я начала любить эту квартиру, любить этих людей, для которых я это делала, вот, когда я начала делать что-то для группы, там, другой, начала ее любить, и перестало мне, ну, ушел резальтно на конкретную эту группу, я начала ее, ну, действительно, очень сильно любить, и, ну, вот служение мне это дает. Плюс, это, Это на смирение. Очень много работы на данный момент на смирение, потому что мне кажется, что я знаю, как лучше, я знаю, как выполняю служение, у меня начинает лезть со всех сторон своей воли, закатываю глаза, как-то опять очередные вопросики, они очень не задают, которые я не хочу отвечать, это же очевидно. На этом можно помогать стать членом группы, помогать смирить свою гордыню, потому что мне очень нравится, как говорил человек, у меня давали традиции, говорили, что только в ААА мы приходим к королям, идем к тому, чтобы стать рабами, но мне очень важно напоминать, что я родственному служу, а не наоборот управлять чем-то. Спасибо. Спасибо большое, Юля. Еще следующий вопрос, Саша. Как ты возвращаешься здесь и сейчас? Благодарю. Слушайте, у меня что-то зависит. Все в порядке? Алло? Да, тебя слышно, видно. Ты здесь. Можно вопрос? Да, как ты возвращаешься здесь и сейчас? На самом деле, мне спонсор давал такую рекомендацию, перечислять предметы и их качество. Стена жершавая, фонарик горящий, каждый час заводить будильник. Мне казалось, это депильная рекомендация, не видела в ней смысла, но как-то делала. А потом слышала такую рекомендацию от другой человека, что какие у меня носочки, какие у меня ботиночки, как они стоят, на чем они стоят. Потом начала так практиковать, а потом появилась своя идея, когда я была одержима человеком, и вообще в голове такие вообще диалоги проводила с ним, общалась без конца круглыми сутками, чувствовала себя неадекватно. И я начала возвращаться здесь и сейчас. Ну, что я делаю, о чем я думаю, это вообще совпадает. Если это не совпадает, значит, мне нужно что-то, ну, нужно вернуться. И были моменты, когда я шила, и такая так, стежок, 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 отрезали ниточку, пошли погладили. Ну, то есть вот так вот, потому что, ну, вот так я возвращаюсь здесь сейчас, когда я думаю о том, что я делаю. Иначе, особенно когда мне очень дурно, я везде, где угодно, кроме как вот думаю о том, чем я сейчас занята. Вот, на собрании я думаю о том, как я пойду домой, дома я думаю о том, как я пойду на собрание. Поэтому мне как-то важно это синхронизировать. Вот, спасибо. Спасибо. И следующие вопросы, Валерия. Как твоя сегодня финансовая сторона жизни? С Богом или сложно передать Ему? Я хочу сказать, что это чудо, божье чудо. Я рыдала спонсору в трубку, верещала каждый раз и кричала, 15 часов оплатить за квартиру. Я рыдала, я орала, что такой шум, я не знаю, что они делают. Вот, я так рыдала и кричала, что мне нечем платить, я буду жить в коробке на улице. И я думала, что это никогда не изменится. И где-то ближе к году трезвости я заработала там типа в 2,5 раза больше, чем обычно. Я таковала, теперь все наладилось. Бог, спасибо, наконец-то ты показал свою силу. И расслабилась, начала думать, планировать результат. Так, с этого заказа я получу столько, с этого столько, и вот потрачу их туда-то. Поэтому пойду сейчас, полежу немножко, подумаю о том, куда тратить. Естественно, я сразу начала минимально вырабатывать после того, как я начала планировать результат. А сейчас у меня изменился какой-то взгляд на работу, потому что я смирилась с тем, что никогда в жизни не будет новый телефон, никогда у меня не будет денег ни на что вообще. Я просто постараюсь хорошо сделать свою работу. И я каждый раз, когда я думаю о том, сколько я заработаю, я стараюсь себя возвращать к тому, что как я смогу, ну, что я дам своим клиентам, заказчикам. И удивительно, блин, вот в тот момент у меня вернулось вот это вот 2,5 раза больше, чем в начале трезвий, чем у употребления я могла заработать. Я не знаю, с чем это связано. Я считаю, что это Бог, потому что я начала думать о том, как я могу быть полезна своим заказчикам. Ну, вот как раз-таки 12-й шаг делать. И я, ну, все равно ставлю на первое место программу. И когда, ну, спонсируем или еще кто-нибудь говорит, мне нужно сейчас разобраться с деньгами, погасить кредит и все такое. У меня не погашены, не все погашены кредиты, не все финансовые девятки закрыты. Но я верю в то, что, ну, у меня это случится. И в то, что, ну, если я буду это делать, если я буду продолжать делать по программе, если я продолжаю, ну, работать по программе, делать 12-й шаг, то у меня и с финансами будет все хорошо. Богу выгодно. В третьем шаге написано, Бог, избавь меня от тягости, и дабы победа над Ним служила для тех, кому я помогу, свидетельством твоей силы, твоей любви, верности в твоем пути. Я думаю, Богу, ну, выгодно мне помочь, а я должна, как бы, быть свидетельством и массива его пути. Вот. Поэтому я каждый день просыпаюсь, и думаю, неужели, блин, у меня есть чем заплатить за квартиру? Шок, шок. И мне не нужно занимать на сигареты. Я, ну, счастлива. Это круто. Спасибо. Супер. Благодарю тебя. Следующий вопрос. Расскажи сложности четверки. Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Сложность четверки в том, что, блин, ее нужно делать было. И мне не хотелось ее писать. Я не хотела ее делать вообще совершенно никакую. Я думала, это бессмысленный мазохизм писать третью колонку, писать то, что я чувствовала. И я не могла сесть. То есть у нас, ну, друг мой назвал, что есть ступор четверки. Ты делаешь все, что угодно, кроме четверки. Но сложность четверки, это именно для меня было то, что смириться. Либо я иду дальше употреблять, либо мне нужно все-таки это сделать. Мне было больно, неприятно. Я бы вспоминать, я не хотела писать. Я делала что угодно. Когда уже два месяца я находилась в четверке, я поняла, что, ну, бесполезно это. Ну, реально, если я не пройду эту программу до конца, мне все равно придется прийти и опять проживать вот эту вот фигню неприятную. Вот. Поэтому давайте уж я уже сейчас допишу, чтобы сказать точно, что эта программа не сработала со мной. Вот. И еще... А, нет, пожалуй, это вот для меня было самое сложное. Ну, и то, что у меня было... Это был мой ранний срок трезвости, у меня было 3-4 месяца. Меня шатало на карусели, перепады в настроении постоянно. То есть я могла пока говорю... То есть мне спрашивают, как дела? А я говорю, очень хорошо, мне тут могло стать грустняшка. Или я говорю, мне очень грустно, я в процессе начинаю веселиться уже. То есть у меня так шатало, что я даже могла понять, как я себя чувствую. Вот. Это все горело. Все хорошо, все супер, все опалдельно. Спасибо. Спасибо, Юль. И скажи, пожалуйста, вопрос такой. Бывает ли страшно или одиноко сейчас? Какой инструмент ты используешь? Спасибо. Спасибо. Да, конечно, бывает, блин, постоянно страшно. Постоянно, что не справлюсь с заказами, что у меня... У меня спонсор, что я умру в одиночестве. Что кошки съедят мое лицо, что еще что-нибудь. Ну, начинается вот это. Ну, то есть, типа, только дай подумать о себе. Начинается страшно. Вот. Но страх... Ну, и каждый, когда у него спонсор сообщается, страх, он такая, ну, это не доверие Богу. Я думаю, реально, опять же, Богу выгодно, чтобы у меня все было клево. Если я тут буду сейчас дрожать, бояться. И даже если я не буду дрожать, бояться, все равно его воля случится. Поэтому, ну, выбор-то... Ну, то, что я делаю, все равно остается неименуемо... Ну, как, неизменно... Боюсь я или нет. Но вообще боюсь, да. Мне страшно, потому что я буду толстая, что я стану коллегой, что я буду одна. И, ну, я работаю по программе, и это уходит. Оно возвращается и уходит. Мне там нечем сплотиться за квартиру. Я боюсь, что... Самое вообще, ну, клевое, например, с работы мне все страхом помогает. Пока ко мне едет заказчик на лифте, я становлюсь на колене и говорю, дай мне принять любой результат. Плохой, хороший, вообще любой. И тогда, ну, уже не страшно, что, ну, типа, вдруг ему что-то не понравится. Ну, я же попросила любой результат, мое дело его принять. Вот. А одиноко, да. Ну, это, я считаю, проявление болезни, если не одиноко. Потому что, ну, это... Ну, отделенность от Бога, друзей. Блин, там такое количество людей сейчас за стенкой сидит. Это все мои друзья. И каждый день на группу мои друзья. Я не одинока. Я когда сообщаю своему спонсору, что у меня никого нету, потому что я одна, меня никто не любит. Спонсор говорит, я тебя люблю. Ну, вот я такая, да это не кто. И, конечно, я не... Ну, чувствую себя одиноко, но меня чувствуют часто обманывают. Я не одинока совершенно. Спасибо. Спасибо. И здесь такой вопрос. Интересен твой десятый одиннадцатый шаг. Спасибо. Спасибо. Как в книге. Десятый шаг, когда я рассержусь и пойму это, потому что я не сразу понимаю в моменте, когда я гонять начинаю. Ну, или еще, короче, понял, что я рассердилась. Мне по-хорошему нужно, ну, сделать десятку, значит, я разозлилась. Не обращаюсь к Богу, молюсь молитвой злого человека, звоню спонсору, сообщаю ей о том, что я увидела эгоизм, нечестность, корысть, страх. Либо мы до вот этого вот, ну, инвентаризации в моменте, мы разговариваем об этом, я обсуждаю и там жалуюсь ей на жизнь. И спонсор мне, ну, пытается показать ситуацию с другой стороны, если, например, мне совсем, ну, жмыхнуло очень сильно. Вот. А так обычно, ну, я делаю, ну, десятку, если это нужно обсудить, то я по телефону, если не нужно, я голосовухой. И, ну, спонсор там дает мне обратную связь какую-то, если нужно. Вот. Если нужно, то я спрашиваю, должна ли я извиниться, потому что чувствую, что я должна извиниться. Вот. И дальше то, чем я часто пренебрегаю и впоследствии плачусь за это, обратить свои мысли к тому, кому я могу быть полезна. Потому что я обычно такая, да-да-да, сейчас. Я иду, ну, вот, я недавно пошутила так еще и подумала, блин, это же реально так, что я делаю что-то. Я такая, о, это будет считаться за то, что я закрыла десятку. Хотя на самом деле не обратила свои мысли. Но потом у меня из-за этого огромная, ну, четверка, если я не закрываю десятки. Одиннадцатый шаг. Я вечером отвечаю на 11 вопросов в письменном виде, отправляю спонсору. Потому что если я не отправляю спонсору в письменном виде, то я это не делаю. Одиннадцатый шаг превращается в... Была ли я сегодня не злобной? Да. И засыпаю просто. Вот. А там 11 вопросов целых. Я на них отвечаю письменно. Десять благодарностей себе, Богу и другим людям. А утром... Утром по-разному. На данный момент, ну, с большим трудом удается вспомнить с утра, что есть Бог, мне нужно ему помолиться. Поэтому я обычно вспоминаю, когда пишу, что могли бы сделать лучше, я такая, блин, сделать одиннадцатый шаг. Вот. И, ну, я стараюсь, вот, и даже если я вспоминаю в процессе дня, я стараюсь мысленно помолиться третьим, седьмым, одиннадцатым шагом. И какую-то паузу, медитацию взять, вот прям, ну, внутри успокоиться, остановиться. Ну, и если я сильно нервничаю и боюсь, если прям меня одолевают эти мысли-гоны, то тоже вот эта вот секундная какая-то медитация, ну, вот прям остановиться. Вот. Ну, это, конечно, я делала не так часто, как нужно было бы. Вот. И, пожалуй, все. Раньше я прочитала спикер в языке сердца, там есть «Сделайте одиннадцатый шаг от Билла Уиллсона». И там было написано, давайте будем, как ученые, будем делать ежедневно тщательно одиннадцатый шаг, посмотрим, что будет через месяц. Я реально сделала ежедневно тщательно одиннадцатый шаг в течение месяца, и я прям через месяц такая, вау, как клево я себя чувствую. Я не знаю, что это работает, но очень часто пренебрегаю им, я не знаю почему. Вот. Спасибо. Спасибо, Юля. И следующие у нас два вопроса, они перекликаются, поэтому я зачитаю два. Если что-то будет непонятно, я тогда еще раз скажешь, я переуточню у тебя. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, избавил ли тебя Бог от каких-то дефектов, если да, то от каких, и что ты делаешь со своими дефектами характера, когда они тебя накрывают, как ты избавляешься от них? Спасибо. Спасибо. Ну, я, пожалуй, на второе отвечу, потому что прям я так не могу оценить, избавил ли не избавил, это как-то, я не верю в то, что он окончательно избавит, и не будет возвращаться и, ну, типа, и уходить как-то в зависимости от своего состояния. Что я делаю, когда они одолевают, я, ну, заметила, что это так происходит, если человек замечает, потому что я вначале их не вижу, когда мне спонсор сообщила о моей, ну, жалости к себе, я очень удивилась, такая, в смысле, кто это выбирает такое состояние, ты что, с ума сошла? Вот, вот, но сейчас я понимаю, что, да, когда же я себя снимаю, это выбираю делать, это же тоже, ну, дефект характера, и, ну, я сначала начинаю замечать, потом они меня начинают раздражать, например, если я каждый раз сижусь на одного, ну, на разных людей по одной и той же причине, праведный гнев, например, нарушение традиций или еще что-нибудь, меня же это реально выбивает искали, я постоянно занимаюсь, ну, там, что, праведный гнев, это меня заставляет так себя чувствовать, вот, и, типа, я прошу Бога избавить, прошу, ну, праведного гнева не избавил, вот, блин, достаточно тяжело так сказать, я в моменте, у меня получается, он не избавляет, они все равно есть, но у меня как будто появляется возможность не вестись на поводу у праведного гнева, у зависти, у желания сплетничать, у желания соврать, заставить человека вести себя определенным образом, как будто, ну, если я с Богом, то у меня получается не, ну, не вестись на то, что они мне говорят о том, чтобы сделать, но я верю в то, что, ну, что Бог избавляет от них, что я ничего с этим не должна делать, кроме шестого-восьмого шага, то есть быть готовой, чтобы он забрал, и молиться о том, чтобы он забрал, и, более того, он меня прикалывает в сбросить камень, там было, я прям так смеюсь с этой ситуацией, что мои дефекты характера Бог использует иногда во благо другим, ну, и там парень рассказывал, что он пришел на собрание, какую-то конференцию, и предавался разглядыванию женщин, вот, типа, похоть, и к нему подбежал спонсируемый с проблемой, и он говорит, давай, давай, потом, потом, и продолжил разглядывать женщин, и спонсируемый потом говорит, спасибо, я сам поговорил, я справился, я считаю, что Бог, некоторые мои, например, там, страх одиночества, он использует во благо, потому что мне, как сказать, что традиции помогут в отношениях, я такая, ну, я бы не знаю, что мне заставить в чате, ну, в отношениях, значит, не нужно, да, 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 вот, побыстрее проходить шаги, потому что мне, ну, не рекомендовали до конца шагов вступать в отношениях, да, надо побыстрее, потому что возраст, вы понимаете, 29 лет уже, ну, бабка старая, вот, и, ну, то есть, он так использует, я считаю, что часто во благо, поэтому, ну, главное, чтобы не наносила ущерб своими дефектами характера, своим праведным гневом, не шла бы сжигать еретиков на костре, вот, спасибо. Спасибо большое, Юль, и еще раз напоминаю, там номер телефончика, не забудьте ставить свой, и следующий вопрос, как раз про подспонсорных, да. Я прям сейчас напишу, потому что я забуду, честное слово. Хорошо, а я пока зачитаю вопрос. Что бы ты посоветовала, если боишься, объявить себя как спонсора, потому что боишься, что не сможешь отвечать на ежедневные звонки от физической нехватки времени? Спасибо. Спасибо. Вопрос клевый, и, ну, вообще тоже, ну, такой странный ответ будет, что, ну, то, что я рассказывала, что у меня в конце года трезвости было очень много работы, я заработала много денег, но при этом за месяц до этого у меня было мало работы, у меня не было спонсируемых, и я рыдала, и подъявлялась мне спонсору, что она меня обманула, что мой опыт может быть полезен другим. Он не полезен никому, никому не интересно, я ходила за этими спонсируемыми, охотилась за ними просто, ну, реально, в рабочем чате группы просили, чтобы мы перестали это делать, прям нападать на новичков, потому что они нас боятся уже. А мне нужны спонсируемые, спонсор сказал, что мне станет хорошо от спонсируемых. Я не боялась, я сказала, что не найду спонсируемую, мне не станет хорошо. Вот. И моими усердными молитвами у меня появилось как раз семь человек, семь спонсируемых за, ну, вот, в том месяце, когда у меня еще и много работы появилось. И удивительным образом спонсор меня постоянно возвращает в здравомыслие, она говорит, ты вот переживала настолько, сколько угодно Богу. И действительно, я там несколько раз накосячила, забыв о встрече со спонсируемыми или приехав позднее. Ну, там в основном из-за, не из-за того, что было много дела, потому что я опять в очередной раз там показывала, не могла одеться нормально, поэтому задерживалась. Вот. Ну, удивительно, мне хватает времени на все. Мне кажется, что не хватает времени, я ничего не успеваю. Но, например, сегодня я написала в единственном шаге, что я очень рассердилась, что мне надо работать, у меня серьезный заказ вечером нужно сдавать. Еще сегодня спикерская, я бы хотела в лучшем случае поспать. А мне так выходит, что я не могу делать работу и разговаривать по телефону. Поэтому я говорю, потому что спонсор со мной говорила, она мне не говорила о том, что ей хочется. Ну, короче, она мне не отказывала, я не могу. Я говорю, ты моя благодарность спонсору. Вот. Быть, ну, таким же, стараться быть таким же хорошим спонсором. И, действительно, образом, я все успела сегодня. Я успела, я даже поспала некоторое время. Я вот приехала, я с Кирилл перед вами сижу, все успела. Это правда. Бог дает возможность успеть, главное просить, главное делать. И, ну, нет возможности, значит, наверное, ну, нужно дать контакты людей, которые будут доверены лицами им. Потому что у меня есть возможность, Бог да, такую, ну, такую возможность отвечать. Ну, не всегда. Когда я на группе, я не выбегаю и пишу срочно. Если не срочно, не отвечаю. Вот. Ну, от этого зависит наша жизнь. Если за работой не будет возможности спонсировать других людей, то скоро не будет работы. Вот. Спасибо. Спасибо, Юля. Тебе очень много благодарности за твой опыт, за твой позитив в чате. И следующий вопрос такой. Говорят, невозможно пребывать в хорошем настроении всегда. Тем более зависимые имеют биполярность. Что ты себе говоришь и что делаешь, когда упадок сил и настроения? Спасибо. Спасибо. Я ною, лежу, жалею себя, ем конфеты. Звоню спонсору, выношу ей мозги, сообщаю своей соседке и подружке анонимной о том, что мне плохо. Или она это понимает по моему хопанью, твердей. Вот. Она сразу видит меня в плохом расположении. Ну, я не знаю. Ну, я... Ну, бывает. Просто я уже привыкла к тому, что, ну, это случается, и мне просто нужно продолжать делать. Ну, я знаю. Звоню спонсору, говорю, мне плохо. Ну, вот я шатную. Иди, делай, продолжай делать то, что делала. Или посмотри, что ты не делаешь. Вот. Ну, потому что иногда бывает действительно плохо. Иногда достаточно поспать, и на утро уже все хорошо. Надо достаточно отвлечься от мысли о себе, и уже все хорошо. Вот. Ну, иногда бывает плохо, например, как ПМС. Это вообще невозможно ничем это забить. Состояние ада вот этого алкоголизма, просто сумасшествия. Я никогда не думала, что это так плохо на меня сказывается. Но проживать. Ну, на данный момент я не творю чепуху, если чувствую себя хреново. Вот. Просто, ну, общаюсь со спонсором, общаюсь с друзьями, жалуюсь. Вот. Ну, продолжаю делать то, что служение, программа для нас шагов. Но если долго плохо, то это, скорее всего, что-то не работает. Потому что, ну, мне прям в спонсорстве три дня или четыре, или неделю, там, короче, сообщают о том, что мне плохо. Она такая, посмотри, что ты не делаешь. Потому что я из тех алкоголиков, которые будут внешне притворяться, как будто они самые программные делают все. А как бы, а внутреннее совершенно, ну, то есть, типа, мне служение, мне отвали делать, всех осуждать, всех судить. Ну, вот такие вот вещи. Поэтому, ну, когда мне только плохо, я стараюсь знать, что я не делаю. А так, как нормально отношусь к своим перепадам. Благодаря перепадам, то есть, типа, из-за того, что мне резко может стать плохо, мне также резко может стать хорошо. И это клево. Ну, значит, нет, ну, так же, как быстро стало плохо, так уже сейчас быстро может полегчать. Спасибо. Спасибо большое. И такой вопросик. Грамма дает больше, чем алкоголь. Да? Спасибо за вопрос, да. Да, ну, да. Я даже не могу вообще несравнимо больше. А алкоголя всегда мало было. Благодаря программе, мне боялось это, ну, чудесное чувство, что мне достаточно. Это вообще, ну, блин, это я когда-то ощутила, что у меня все, что есть, все, что нужно. Я позвонила своему спонсору и спросила. Слушай, я не очень понимаю, мне как-то странно. Я как будто забыла, о чем тревожиться. Возможно, у меня там дом сейчас горит или что. Я не знаю, что я так себя странно чувствую. Я забыла, о чем переживать. Я прям иду, так и мне прям хорошо. Она говорит, иди позвони своему другу, доктору, спроси в своем ли ты уме. Вот, ну, как Билл сделал, когда у него какое-то что-то случилось. Ну, вот с его внутренним состоянием. И, ну, то есть, вот это вот чувство, оно для меня было не знакомо никогда. Спокойствие и достаточности. Вот, спасибо. Спасибо. Так, и еще такой вопрос. Сегодня тебя ничего не смущает? Я не понимаю. Я не понимаю вопрос. Смущаешь. Сколько трезвости у тебя? 700 дней сегодня. Год и 11 месяцев вчера отнесла. Супер, поздравляю тебя. Спасибо. Благодарю тебя за спикерскую. Спикерская просто огонь. Вообще на позитиве. Так много информации. Так очень интересно. Все подаешь. Так, какие-то вопросы. Друзья, наша подходит к концу. Все тебе благодарят. Очень-очень много благодарности тебе в чате. Так. Еще такой вопрос. Скоро не исполнили, лишь оставаться трезвой. Это моя подружка за сеткой. Не смотрите, не заблокируйте ее вообще, что я пустила этот чат. Тогда не подружка. Нашла ты вторую половинку в программе? У меня нет никого. Дорогие друзья, тогда наше собрание подходит к концу. Если вопросов нет, я всегда сейчас буду закрывать собрание. Итак, дорогие друзья,